МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые производства и рабочие места. Все эти изделия мы можем уже поставлять в медицинские учреждения. В Татарстане будут стерилизовать одноразовые медицинские изделия. Об этом Анна Городнова. Встреча с мэром. Тот из нашего начальства живет просто. Как Иль Сурмешин встретился с работниками завода Казань Ургсинкас. Альбина Слагараева. Когда труд есть, а денег за него нет? Задержка была два месяца. Что делать, чтобы в день зарплаты не остаться с носом? Узнал Дмитрий Иринин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тысячи спасенных жизней, миллионы тонн нефти, уникальные исследования космоса. Сегодня в Кремле честовали ученых, чьи труды стали огромным вкладом в развитие передовых технологий. Церемонию приурочили ко дню российской науки. Так кто же они, те, кто всегда на шаг впереди, и чьи труды лягут в основу учебников, расскажет Лина Зинатурина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В самом красивом Кремлевском зале сегодня медики и геологи, физики и математики, биологи и химики. Пять коллективов, больше трех десятков докторов и кандидатов наук. Высшие награды Государственной премии Республики Татарстан, они удостоены за исключительные исследования и открытия. Одни помогли спасти тысячи жизней, другие добыть миллионы тонн нефти, третий пролить свет на черные дыры космоса. Вы признанные в мировом научном сообществе профессионалы, специалисты высочайшего уровня. Мы гордимся вашими успехами, а также вкладом в развитие современной науки и техники. Первая высшая награда за разработку инструментария для лечения сосудистых заболеваний. Больше половины всех причин смерти россиян – болезни сердца и сосудов. Бороться с ними под руководством Рината Акчурина взялись ученые Московского центра кардиологии и производственника Казанского медикоинструментального завода. Современный набор для хирурга ими не только разработан, но и успешно внедрен. В 30 лет мы шли постепенно к тому, что создали сейчас. Последние десятилетия эти инструменты сильно популярны во всей России. Их покупают за рубежом. Хочется сказать «служу Отечеству». А потом думаю, почему мы не можем этого сказать. Мы служим, мы практические врачи и не просто ученые. Спасибо. Еще одна награда коллектива в Казанской медакадемии за 45 лет научных трудов. Методы ранней диагностики и реабилитации родовых повреждений, разработанные детскими неврологами, внедрены по всей стране. Речь идет о тысячах малышей, которые появляются на свет с патологиями. Проблемы, которые возникают в первые часы и дни жизни, всегда волнуют. Я не говорю о первых месяцах жизни. И в общем, мама так или иначе всегда приходит к детскому неврологу. Он должен быть высоко квалифицированным, чтобы увидеть те проблемы, которые не дадут в дальнейшем инвалидности. И главное, суметь их устранить. Наука в союзе и с производством. Коллектив ТАП-нефть наградили за комплекс технологий, позволивший добывать черное золото, еще эффективнее. Работали над ним с 2003-го. Ежегодно добывается именно за счет наших разработок более миллиона тонн. То есть он ежегодно идет, внедряется, тиражируется. Обработано более 4000 скважин по нашим технологиям. Отметили и вклад казанских химиков в инновационное развитие экономики, а также физиков КФУ в фундаментальную науку. Лина Зинатульна, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. В Татарстане будут стерилизовать медицинские изделия. Президент республики сегодня дал старт работе нового комплекса в Лаишевском районе. Для села это новые рабочие места, а для медицины решение проблемы дефицита отечественных одноразовых изделий. Пока что на 90% рынок импортозависимый. Теперь в республике заработает целый производственный центр полного цикла по выпуску медизделий. С места события репортаж Анны Городновой. Открывая новое производство, Татарстан открывает двери на всю Россию. Это первый в Повожье стерилизационный центр одноразовых медицинских изделий. Прописку комплекс получил в селе Кирби Лаишевского района. Мы должны несколько освободить столицу от промышленного производства и размещать наши предприятия в округе. Географические положения этой территории очень удобные. И автомобильный транспорт, аэропорт рядом. Раньше продукцию Казанского медикоинструментального завода приходилось увозить за пределы региона. Многие производители, производя медицинские изделия, должны проходить в конечную стадию стерилизации. После чего все эти медизделия мы можем уже поставлять в медицинские учреждения. Сам процесс стерилизации практически отсутствовал в Привожском округе и в таких центрах и в России очень немного. Вот эта партия медицинских изделий уже готова стерилизацией. Ее отправят вот в этот автоклав. Процесс занимает до 11 часов. Стерилизоваться изделие будет прямо в коробках. Обрабатывают продукцию в герметичной камере с помощью газовых стерилизаторов, работающих на окисе этилена. Используется смесь двух газов, этиленаоксида и углекислого газа. Причем этиленаоксид вниз в малой пропорции используется, что делает этот процесс безопасным. После окончания стерилизации удаляется газ и сжигается. То есть в атмосферу не выбрасывается вредных веществ. Стоимость стерилизационного центра 150 миллионов рублей. Его открыли в рамках федеральной программы импортозамещения. Сейчас 86% стерильных медизделий завозят из-за границы. С открытием нового комплекса в районе создадут 50 новых рабочих мест. Рефат Ахматгалеев уже совмещает учебу с работой. У меня профессия подходит в медицинское оборудование, связанное с этим. Учусь во втором курсе и как раз живу в этой деревне. И мне удобно здесь работать. Параллельно с строительством производств, запланировано строительство жилья, строительство отдельного коттеджного поселка, так называемого поселка Кмис, где будет 44 дома. Завод уже готов поставлять в больницы Татарстана изделия на 100 миллионов рублей. Это не только позволит оставить деньги в регионе, но и сэкономить их. Вскоре на этих площадях откроют и производство иголок для шприцев. Это снизит импортозависимость на 60%. Анна Городнова, Лешат Мухаммедов, ТНВ, Лаишевский район. Казань-Орксинтез вносит неоценимый вклад в развитие города. Об этом говорил сегодня мэр Казани Ильсур Медшин. Он встретился с заводчанами и рассказал о проделанной работе и о предстоящих задачах. Разговор получился откровенным и эмоциональным. Когда к Казани-Орксинтезу проложат новые дороги? Когда на работу заводчане смогут добираться на велосипедах и появится ли мусоросжигательный завод? На встрече была и Альбина Солгараева. Мэры города сегодня гостеприимно встретили выставку. И сама же встреча началась с доклада. Мэр подвел итоги. Здесь экономические, социальные и демографические показатели. И большой вклад во все это внесли работники Казань-Орксинтеза. Особая благодарность за возрождение озер Лебяжья, где инвесторам выступила группа компаний Таиф. Оба озера вычищены, углублены на 4 метра. Значительно расширена береговая зона. Благодарить вас от имени горожан за возрождение полностью вышедших озер Большого и Светлого Лебяжья. Огромная работа была проведена. Это эко-реабилитация, это не просто какое-то углубление дна. Не только о проделанной работе, но и о том, что волнует заводчан. Когда в микрорайоне Салават-Купере начнет чаще ходить общественный транспорт, когда там появится многофункциональный центр. Самая больная тема, это у нас транспорт. Это Салават-Купере до микрорайона жилплощадка. Мы запланировали уширение дороги, уширение дороги дублера. И после этого мы можем дополнительное количество автобусов поставить. Можно ли проложить велосипедную дорожку до завода и расширить существующие? В мире как? Одну дорогу зеленой краской покрасили, там велосипедисты. Велосипедист едет, по нему пешеходы не ходят. У нас в федеральном законодатель это не позволяет. Еще один актуальный вопрос от заводчан – судьба мусоросжигательного завода. Будет ли строиться мусоросжигающий завод около Казани «Урксинтез»? Меня спросят потом, что ты сделал доброго и хорошего для Казани. Номер один я назову мусоросжигающий завод, если я смогу это сделать. Вот мой ответ. Сегодня «Урксинтез» – один из крупнейших химических предприятий России и градообразующий для Казани. Здесь трудится порядка 9 тысяч человек, хорошая зарплата, соцпакет и бонусы. Знаком отличия за труд и доблесть на благо Казани награждается Шагабуддинов Альберт Кашафович, генеральный директор открытого акционерного общества «Таиф». Мэр сегодня с подарком. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Казани и всестороннюю поддержку социально значимых проектов медалью наградили генерального директора группы компании «Таиф» Альберта Шагабуддинова. Альберт Кашафович – человек, который очень многое делает в республике, еще больше в столице, и за плечами огромный путь, огромная дорога. Благодаря группе компании «Таиф» на сегодняшний день – это половина экономики республики, все наши преобразования новой России, нового Татарстана, связанные в том числе с успехами нашей одной из главных компаний – это группа компаний «Таиф» – «Казань Урксинтез». Награды получили и работники завода, и «Казань Урксинтез» не остался в долгу. Рессору Мершину вручили памятную медаль за сотрудничество. Альбина Слагараева, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». 12 миллионов рублей задолжали татарстанцам работодатели. Самые проблемные отрасли – сельское хозяйство и строительство. Как борются с нерадивыми работодателями, и что делать работникам, которым не платят причитающиеся? Сегодня рассказала глава Минсоцзащиты Эльмира Зарипова. Как получить свое и какие средства? Хороши, узнал Дмитрий Аринин. Десятое число каждого месяца, или как сегодня девятое, когда десятые выпадают на выходные, неофициально тоже можно считать красным днем календаря. Так как в этот день многие получают зарплату. Однако для некоторых татарстанцев такое вожделенное извлечение денег в положенный срок наступить не может. По данным Минсоцзащиты, сейчас в Татарстане на задержку зарплаты жалуются более 300 человек. Общая сумма долга перед работниками свыше 12 миллионов рублей. В основном это друженьки сельского хозяйства и строители. Помощь им сейчас пытаются межведомственные комиссии. И конечно же мы полагаем, что подвижки будут проведены, и работа таких комиссий, как в то же время Бугульма, Высокая гора, Заяц, не будет снижена в своих темпах. В министерстве обнадеживают. Несколько лет назад сумма долга была в 10 раз больше. Сейчас хватка надзорных органов стала лучше, а законодательство жестче. Так нерадивым работодателям грозят не только штрафы, но и тюремные сроки. Так в минувшем году к уголовной ответственности привлекли 12 руководителей. То есть уголовные дела закончились, так скажем, даже такими серьезными санкциями. Пожаловаться на притеснение зарплаты можно Министерство соцзащиты, местным властям, налоговую, Следственный комитет и прокуратуру. Так после вмешательства прокуроров большая часть работодателей долги предпочитают возвращать. Так в минувшем году вкупе погасили долгов по зарплате на сумму свыше полумиллиарда рублей. Защита прав граждан на своевременную и полную оплату труда является приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры и республики. Принятые меры способствовали снижению размера задолженности по заработной плате и укреплению законности в сфере трудовых отношений. Большинство встреченных нами казанцев говорят, с задержкой зарплаты не сталкивались. Однако как поступать, если денег не дадут, не знают. Задержка была два месяца. Я просто хожу, они частями отдали. Нам всегда вовремя платят. А если не заплатят? Всегда вовремя. Ну вот если не заплатят? Ну как не заплатят? Платят же. Обращаться к руководству в первую очередь. А если скажут нет, что дальше? Ну тогда высшие инстанции. Я не знаю, у меня такого не было, у меня госпредприятие не задержало. А что бы вы делали, если бы так было? Вам бы позвонило. В ТНВ. Мы бы разобрались. Главное, как советуют, при задержке зарплаты не медлить с активными действиями. Законах путей и помощников получить положенное предостаточно. Дмитрий Аригин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. На бешеных псов объявлена охота. В Нижнекамске решили отрегулировать численность бездомных животных. После того, как в садовом обществе строители бродячие собаки растерзали домашних, по следам свора отправились сотрудники службы отлова. Альбина Минебаева увидела, как друзья человека становятся врагами. На дачах строитель объявлена настоящая охота на бродячих собак после жалобы дачников. Территорию участков начали контролировать сотрудники службы отлова. На домашних животных напали несколько дней назад. Не меньше 10-20 даже штук собак съедали вот эту козу. Каково было мне на это смотреть. И они все разбежались, потому что они уже сытые были. Растерзанные козы, куры и кролики. По дворе Валентины Алексеевой как раз и попала под удар. К ее приезду остались лишь разрушенные вольеры и растерзанные тушки. По версии дачников под милыми мордочками скрываются настоящие хищники. Собаки нападают стаями. Домашний скот дачников попал под клыки полсотни собак. Сейчас в службе отлова придется еще выяснить, какие из бродячих представляют собой опасность, а какие просто вышли на прогулку с хозяйского двора. А по контракту, если с собой имеет ошейник или намотник, мы уже не имеем права. После инцидента с нападением на домашний скот уже усыпили 9 собак. Нами уже два дня был осуществлен выезд, так как здесь и животных покусали. И на данный момент уже отловлено более, ну скажем, таких 9 животных. Это уже новостройка на улице Студенческая, Нижнекамска. Бездомных животных здесь тоже хватает. Собака, которая охраняет стройку, обзавела семьей. Вот щенки играются с оператором, но скоро они подрастут и начнутся уже другие игры. Тут гулять на лыжах, туда на санках. Иногда от неожиданности раз выскочет. Они же сейчас взрослеют и взрослеют. Бездомных собак хватает и в лесу. Они приходят с другой стороны к каме. И, как говорят специалисты, начинают гонять лосей и кабанов. Из-за этого животные выбегают на ближайшие магистрали и дороги. Альбина Менебаева, Александр Комаров, Рафаил Ракипов, ТНВ, Нижнекамск. Это новости Татарстана и вот о чем далее. Они дарят нам крылья. Сами представляете, можно долететь, по сути, отсюда до Южной Америки. Международный день гражданской авиации. Их работу увидел Сергей Хайдаров. Сила в единстве. Необходимость всемирного укрепления Российской Федерации как общего дома многочисленных народов страны. Об итогах четвертой отчетно-выборной конференции Совета Ассамблеи народов Татарстана расскажет Алина Бережная. Рост числа мигрантов, открытие новых домов дружбы и работа малых общин. Сегодня Совет Ассамблеи народов Татарстана подвел итоги за три года и обозначили новые задачи. Один из главных вопросов – выборы председателя Ассамблеи. Кто возглавил Советы и какие проблемы предстоит решить, расскажет Алина Бережная. 208 за. Единогласно Фарид Мухаммедшин переизбран председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана. Выборы здесь проходят раз в три года. Мы будем так же энергично, вместе, коллегиально работать и, думаю, будем новых успехов добиваться. Чем живет Ассамблея и какие вопросы еще нужно решить, говорили на заседании. Только в прошлом году в республике на миграционный учет поставили 278 тысяч иностранцев. Это на 11% больше, чем в 2016-м. Основной причиной первичного выбора – наличие сочинников, способных помочь в социальной адаптации и благоприятной конъюнктуре на рынке труда, позволяющей мигрантам найти работу. Сегодня в Ассамблее Татарстана более 200 национальных общественных объединений. В прошлом году к многонациональной семье присоединились еще две автономии – Бурятская и Абхазская. А в муниципальных районах продолжают открываться дома дружбы. Сегодня их уже восемь. Я нашла общение со своими традициями, обидчивами, грузинскими. Мы вот встречаемся. Есть и вопросы за прошлый год в общинах греков, бурятов, турков и булгар. Не проведено ни одного праздника. А значит, традиции не возрождаются. Есть необходимость охватить ту молодежь, которая сегодня сидит в телефонах, которая неинтересна в вопросе развития культуры, сохранения языка, обычаев и традиций своего народа. Поэтому нужно всегда придумывать новые проекты, новые форматы для того, чтобы работать с молодежью. Проекты привлекать молодежь, увеличить национально-культурные организации в районах. Такую задачу на три года поставил Совет Ассамблеи. В республике проживают представители 173 национальностей. И каждый народ должен чувствовать себя в Татарстане как дома. Алина Бережная, Рина Цаффин, ТНВ, Казань. Районы разные, проблемы схожие. Сегодня Алексей Писошин принял участие в итоговых заседаниях Советов Ютазинского и Бавлинского районов. Какие советы дали руководству, расскажет Рамиль Шайдулин. За год в Ютазах значительно улучшили состояние жилфонда, улиц и дворов. Была открыта Урусинская гимназия, где и прошло заседание этого года. 2017-й стал для района, переходным годом закрылась Урусинская ГРЭС. Поэтому было решено в сжатые сроки перейти на индивидуальные системы отопления. За год котлы установили в 142 многоквартирных и 230 частных домах. Это 90% всего жилого фонда. А местная ЦРБ стала дипломантом конкурса «Лучшие товары республики». Представив пилотный проект по скринингу трудоспособного населения, безусловно, это положительный опыт, который можно транслировать и на другие муниципальные образования республики. В Бавлах особый акцент на ЛПХ. Некогда успешный Бавлинский район за несколько лет потерял позиции в аграрной отрасли. Например, за 16-й год в АПК Татарстана Бавлы принесли меньше процента. Премьер просил обратить внимание на семейные фермы, пока по району их 18. И тренд на снижение доходов продукции и демографии уровня социально-экономического развития. Малый и средний бизнес требует развития. Крупные доходы район получает от природного богатства нефти. Силами нефтяников недавно была обновлена и Центральная Бавлинская площадь. К 20-летию получения статуса города. Стали основными спонсорами объекта. Общая сумма финансирования составила 110 миллионов рублей. Рамиль Шайдорин, Фуат Гайсен, Булат Шафигулин, Бавлинские, Ютазинские районы. Окрыленные работой. Сегодня гражданская авиация России празднует 95-летие. В честь праздника журналисты смогли увидеть работу Казанского аэропорта изнутри. Только в прошлом году он принял больше 2,5 миллионов пассажиров и 15 тысяч самолетов. Кого называют глазами пилота и какие новые точки на карте полетов для себя откроет Татарстан? Об этом в материале Сергея Хайдарова. Если театр начинается с вешалки, то гражданская авиация со стойки регистрации. Сегодня, несмотря на профессиональный праздник, расслабиться сотрудникам аэропорта некогда. Мы являемся своего рода психологами, потому что нам приходится принимать как позитивное, так и негативное настроение пассажиров. И пока пассажиры готовятся к полету, их багаж уже отправляется в самолет. Здесь, как часы, работает служба техобслуживания. Нужно не только быстро проверить и заправить воздушное судно, но и быть готовым к любым изменениям в графике. Либо задерживаются, либо от нас вылеты задерживаются. Но это все корректируется стоянками, особенно на телетрапах, так как есть возможность пересекания международных и внутрих авиалиний. Не заметить появление на горизонте аэробуса 330 просто невозможно. Эта крылатая легенда – один из крупнейших самолетов в мире. Вместимость почти 300 человек. Наверное, это мечта большинства пилотов аэробуса. Как правило, все начинают с маленького самолета А320. И в дальнейшем многие хотели бы попробовать вот этот прекрасный лагерь. 2,5 миллиона человек и больше 15 тысяч самолетов. Столько ежегодно принимает Казанский аэропорт. Причем только за последний год пассажиропоток вырос почти на 40%. Сейчас мы находимся в святая святых Казанского аэропорта. Это диспетчерская башня, откуда и контролируются все перемещения и полеты самолетов. Здесь журналистов попросили вести себя как можно тише, чтобы не отвлекать диспетчеров, потому что прямо сейчас в режиме реального времени они общаются с экипажами в небе. 05-774, Казань, Бышка. День добрый. Высоко сидят и очень далеко глядят. Именно этих людей называют глазами пилотов. Эти сложные пересечения линий на экране – карты диспетчеров. Здесь все передвижения самолетов. Основная задача сводится к предотвращению столкновения воздушных судов. Сегодня Казанский аэропорт по праву считается одним из лучших в Европе. Количество пассажиров растет, становится больше и направлений. Уже в этом году из Казани станет возможным вылететь в Тбилиси, Батуми, Ереван, Минск, Газимпашу, Итальянскую Болонию. Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Помощь пришла, когда ее уже не ждали. Казанские полицейские помогли Ивановскому дальнобойщику спасти его машину и работу. Фура сломалась на улицах столицы и простояла так три дня. Простояла бы еще, если бы не внимание со стороны. В рамках рубрики «Разрешите поблагодарить» мы продолжаем рассказывать о невыдуманных случаях человеческой помощи. Рамиль Шайдулин о том, как дорога, тая опасность, принесла спасение. В 10 часах езды от базы фура перестала подавать признаки движения. Не свернуть, не съехать на стоянку, не оставить машину. Цена груза была намного дороже самого грузовика, забитого под завязку. Из-за поломки Ивановская фура вынуждена встала прямо в центре Казани. И когда стало ясно, что больше груз теперь уж точно не на ходу, водитель понял, что один он вряд ли справится. Помогло МВД, а точнее инспекторы Ильшат Хайрулин и Тимур Нугуманов. Увидев беду, не остались в стороне. Они машину тормозили, перекрывали, пытались мы своими силами тут воздух накачать, мне в машину ничего не получалось. Потом периодически меня проезжали, проверяли, все ли у меня нормально. Вызвали помощь, техническую помощь, накормили, так как была дорога длинная у него. От Казани до Иванова 700 километров. Далее от дома у дальнобойщика отказали тормоза. Это выявилось уже на третий день аварии, когда наконец подъехали ремонтные службы. Чем могли, как говорится, помогли уж, оградили движение. Далее нами была уже возглавлена техническая помощь, которая прибыл к намерству, устранила данную поломку. И водитель благополучно продолжил движение. Так дорогу осилили неравнодушные. Теперь история спасения – яркий факт их трудовых биографий. Еще никогда водителю не доставалось столько внимания, а инспекторам столько добрых слов. Рамиль Шайдулин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Лыжня России 2018 готовится к старту. Он уже завтра. Гонка обещает стать самой массовой за последние годы. Только по Казани число ее участников 15 тысяч. В этом году соревнования пройдут сразу на трех площадках. В Горкинско-Аметьевском лесопарке, в пойме реки Казанка и в поселке Юдино на стадионе Локомотив. А финишный прямой в подготовке к массовому старту Динара Камалова. Настроение всегда бодрое у нас. Мы всегда в форме. Спорт идет рука об руку с духом соперничества. Поэтому расслабляться нельзя считать Николай Костицын. В свои 64 не пропускает ни одного соревнования. Участвует и в завтрашнем массовом забеге Лыжня России 2018. Но на данную дистанцию вышел уже сегодня. Не дня без тренировки. Просмотр трассы. Надо посмотреть, где поворачивать, где обгонять. Ну, конечно, это громко сказано. Но в наших силах еще и с молодыми подтягаться. В этом году рекордное число заявок. 15 тысяч участников сразу на трех площадках. В пойме реки Казанка, в Горькомском-Метевском лесопарке. Основной на стадионе Локомотив в Юдино. Старство стадиона спортсменам предстоит пройти равнинную трассу. По желанию, в горную. Сейчас идет финальная подготовка к завершеннему забегу. Работают экскаваторы, трассу прокладывают снегоходы. Работы ведутся и в зоне зрителей и болельщиков. Сейчас приступили к установке первой палатки. Но уже завтра здесь будут оборудованы дополнительные пункты питания и обогрева. Как для самих спортсменов, так и для их болельщиков. Спортсменам соревнования, болельщикам праздник. На всех площадках зрители ждут не только фудкорты, но и зимние забавы, катание на санях и коньках. Совместить приятное с полезным собирается и Ландышминя Ахметова. Сегодня она оказалась в числе счастливчиков, успевших зарегистрироваться на соревнования. С подругой получила свой стартовый номер и спортивную шапку. Решили вспомнить старт. Почти все номера розданы. То есть в течение недели приходили организации. Обычные люди, которые хотят участвовать в соревнованиях, ажиотаж. Финальная прямая в подготовке к массовому старту дана. Завтра вся страна встанет на лыжи. Динара Камалова, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Далее о том, что нам готовит погода на завтра, развитие новостей. В следующем выпуске он выйдет в 21.30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмазга Фиатов. Сегодня в Пьенчхане состоялась официальная церемония открытия 23-х зимних олимпийских игр. В ряде видов спорта соревнования уже начались. Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с москвичом Владимиром Морозовым, успешно стартовала на турнире. Российская пара стала лучше в короткой программе в командном турнире Олимпиады. По итогам выступления россияне показали первый результат, оставив позади себя соперников из Канады и Германии. Напомню, что помимо Тарасова, Татарстан на Олимпийских играх представят еще четыре спортсмена. Лыжники Андрея Ларков и Анна Нечаевская, а также сноубордисты Владислав Хадарин и Милена Быкова. К хоккею. Нападающий Акбарса Владимир Ткачев долго находился в списке кандидатов в Олимпийскую сборную. Но в последний момент тренерский штаб вывел его из основного состава. Неудивительно, что во время контрольного матча в Сочи первую шайбу забросил именно Ткачев. Причем передачу ему сделали Данил Зарипов и Джастин Азиведа. Канадец, кстати, также в последний момент не попал в стан своей сборной в Корее. Этот поединок Барса выиграли со счетом 2-1. Победную шайбу на свой счет записал Альберт Ярулин. Защитник тоже, к слову, неоднократно вызывался в команду Олега Знака на Еврокубках. Все те, кто мог быть на Олимпиаде, теперь показывают свой потенциал на родной земле. Не попадание на Олимпиаду меня немного расстроило, но это жизнь, надо двигаться дальше. Я думаю, такие сложные моменты в жизни, они наоборот дают толчок к дальнейшему развитию. Поэтому не опускаем руки, работаем, тренируемся дальше, готовимся. Жители Ознакаевского района тем временем по-своему готовятся к чемпионату мира по футболу. В одном из спортивных залов Юго-Востока Республики состоялся турнир по киберспорту. Порядка 50 участников выявили сильнейших в компьютерных баталиях. Игра FIFA 18 была выбрана не случайно. Именно футбольный мундиаль станет главным спортивным событием лета. Поэтому организаторы взяли за основу футбольный симулятор. Победители турнира смогут представить свой район на финальном этапе. Решающие поединки пройдут в Казани. Чемпион основных сражений получит путевку на всероссийский чемпионат по киберспорту. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В субботу погода не преподнесет сюрпризов. Ожидается ясная и слабоморозная погода без значительных осадков. Более подробно после полезной информации. Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. «Данил Мастер» исполнит ваши желания. Закажите в феврале со скидкой 20%. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Баблы, Ознакаево будет ясно и без осадков. До 9 мороза. На северо-востоке в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге солнечно и до 11 градусов ниже нуля. На севере Татарстана также осадки не ожидается. Облачная погода с прояснениями и до 10 мороза. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси, переменная облачность, столбики термометров покажут минус 10. Облачная погода с прояснениями на юго-западе Татарстана. Тут без осадков и до 9 мороза. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, также осадки не ожидается. Столбики термометров покажут минус 9. В последующие дни ночные температуры значительно опустятся, а дневные не изменятся. В Казани переменная облачность, временами выпадет снег. Температура воздуха днем минус 8, минус 10. Ветер юго-восточный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров артутного столба. Влажность воздуха 84%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин